Ноутбук, веб-камера и хороший интернет. Именно такой набор необходим студентам-выпускникам этого года для защиты выпускной квалификационной работы. Ехать в университет не нужно. Защиту проведут в режиме онлайн. Несмотря на непривычный формат, многие студенты настроены положительно. Я думаю, что все пройдет хорошо, все пройдет гладко. Мы с этими преподавателями работаем на протяжении четырех лет, поэтому я думаю, что не возникнет никаких сложностей. Они войдут в наше положение и защита пройдет на ура. Однако так оптимистично настроены далеко не все. Некоторые ребята опасаются важный момент остаться без интернета. Это стало небольшой проблемой для меня на самом деле, так как сейчас я живу в селе, то есть я уехала из города сразу же, как мы перешли на дистанционное обучение. И интернет очень нестабильный. По мнению психолога, дистанционная защита дипломной работы студентам только на руку. Ведь, как известно, родные стены помогают. Справиться со страхом и волнением дома гораздо проще. Мы ведь чего боимся больше, когда идем на защиту? Кто мнение окружающих, кто страх страха боится. Вот, например, человеку страшно, что его видишь, что он боится. То так как перед веб-камерой ты сидишь, у тебя могут трястись руки, ты можешь крутить ручку, к примеру. Или там вообще не демонстрировать это в экран, а это делать под столом. У тебя на коленках, если ты вообще не стоишь и сидишь, может лежать твой любимый котенок. Представители экзаменационной комиссии тоже успокаивают студентов. По их мнению, онлайн-защита ничем не отличается от традиционной. Просто войти студент должен не в аудиторию, а в специальную программу в интернете. Мы стараемся все предусмотреть. Технические неполадки, скорее всего, будут. Мы все понимаем, что что-то может оборваться. Свет отключат, воду отключат, что-то еще может произойти. Ну, в данном случае составим акт о том, что произошел технический сбой. Перенесем защиту на другой день. То есть в этом никаких проблем нет. Бояться этого не нужно. Защита все равно состоится. А если справиться с волнением сложно, то можно вспомнить свое хобби или любимое увлечение. Так советуют отвлекаться бывшие выпускники вузов. И все же главное – верить в себя и не забывать готовиться. Первые защиты дипломов в крае начнутся уже с середины июня. София Яценко, Илья Халяпин. День с толком.